МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дамы и господа! В эфире очередная программа «Контакт с Александром Грантом». Но поводов для сегодняшнего «Контакта» хоть отбавлей. Но я начну с нашего красавца Нью-Йорка. Дело в том, что к этой теме я готовился уже с прошлой недели. А на прошлой неделе в газете Нью-Йорк-Пост появилось сообщение под названием «Добровольцы пытаются выселить скватеров из дома в Квинсе стоимостью в миллион долларов после того, как владелица дома была арестована за то, что пыталась их выселить. Речь идет о 47-летней Аделл Андалару, который в наследство от родителей достался в Квинсе дом стоимостью в один миллион долларов. Она дала объявление о продаже, сама там не жила. И туда самовольно заселились трое скватеров. Ну, а скватеры – это люди, в общем, которые, может быть, они и не бездомные, но так или иначе они заселяются в пустующие дома и проживают там в отсутствии законных владельцев. Так вот, с этой Аделлара получилось следующее, что, пытаясь выселить этих скватеров, она несколько раз говорила с ними, а потом врезала в дверь новые замки для того, чтобы, если они уйдут, чтобы они уже не могли войти. Они вызвали полицию и женщину арестовали. И, в общем-то, ну, это все обошлось. Ну, а в эту субботу есть у нас такой блогер, или как их сейчас называют, подкастер Джо Роган. Он обсуждал эту тему в своем шоу с комедиантами Дэйвом Эттеллом и Яном Фидденсом. И там, значит, он сказал, что в таких городах, как наш Нью-Йорк, со скватерами обращаются по законам, которые, по его словам, позволяют людям красть дома у других людей. И вот он сказал, что по такому закону штата Нью-Йорк скватеры имеют право на необитаемую недвижимость, прожив там 30 дней. И вот речь зашла об этой самой Аделл Андаларе. Это банана, сказал Роган. Банана на сленге это отнюдь не вот этот самый фрукт, или овощ, как его лучше называть, а это безумие. На тысячу процентов это сумасшествие, сказал он. На это ему комедианты заметили, что, очевидно, есть лазейка, которую властям нужно закрыть. А Роган в ответ назвал наших законодателей идиотами. Люди такие умные, они знают, как нажиться на системе, согласился с ним комедиан Фидденс. Сто процентов, ответил Роган, особенно преступники и мошенники. Я тут вспомнил, что в мае прошлого года газета Нью-Йорк-Пост появилась вот в таком виде. На первой обложке было крупно написано «Дом обманывает дом». А под заголовком было сказано, что мошенники получили кооператив за 5 миллионов долларов за сущие гроши. Вот и мне захотелось все-таки вдуматься и разъяснить себе, да и вам поподробнее, что же это, в общем, за проблема. Ведь это действительно некрасивая история. И разобраться в ней, а также в других событиях, которые мы обсудим сегодня, я пригласил хорошо знакомого вам, бывшего следователя Бруклинской районной прокуратуры по особо важным делам, а потом адвоката Алекса Гросштерна. Алекс, добрый день. Доброе утро. Так вот, Алекс, что же это за скваттеры? И что же это за закон, который позволяет человеку жить в чужой собственности и считать ее своей собственной? Ну, это очень интересный вопрос, и, конечно, это абсурд в сегодняшнем контексте, тем более. Ну, есть общее, более обширное понятие юридическое в американской традиции, где, если, допустим, человек, если какой-то, допустим, недвижимость, она не оккупирована, ее никто не пользует, ей никто не владает. И есть за ней стоит хозяин, конечно, который или забыл про нее, или какое-то осталось кому-то наследство, и никто за этим не смотрит. И пришел человек, и эту землю, и эту территорию никто не пользует. Но 10 лет. Это 10 лет переедет и живет на этой территории открыто. Это open, not tourism. А если он прожил на этой территории? Прожил, и сделал ее свою, и показывает, и показал, и его никто не остановил, не затормозил, никто ему не противоречил. После 10 лет он может оказаться хозяином этой земли, но это для территории где-то в частях Америки, и где когда-то, может быть, в древние времена чуть ли не было много земли. Ну да, когда стояла ферма, а вокруг на тысячу миль никого не было. А в городах, в таком городе, как Нью-Йорк, значит, были времена 70-е годы, тем более, когда стояло очень много пустых зданий, пустых домов, все. И это считалось, это называлось urban blight. Значит, что город ужасно выглядел, потому что все было чуть ли не забито, можно сказать, забитые дома сняли досками. И, значит, и создали вот такие вот законы. В этой же традиции, но по времени, если человек вселяется, значит, в дом или в квартиру, которая не оккупирована, и которой никто ей не владает, и она не закрыта, и в нее можно зайти в какой-то форме, и остается в ней 30 дней, и, значит, за 30 дней показывает, что он действительно там живет, что он действительно там как-то образовал себе, создал дом, а, значит, и хозяин этой квартиры или этого дома, или этой недвижимости никак не отреагировал, никак не отрицал, никак не вызвал полицию, и ни в какой форме не проявил, что он действительно хозяин этого дома или этой квартиры, значит, юридически этот человек имеет право там остаться. И это звучит полно, как полный абсурд. И это, конечно, это законы. Остаться forever? Остаться, по идее, forever, и его надо выселять. И это нужно, значит, получается подавать, значит, повестку, что в притяжении там 10 дней он должен выбраться. Если, допустим, этот скварер знает свои права, конечно, как многие они знают, потому что с этого превратили, это превратилось, как мы видим теперь, в индустрию, значит, реакции никакой. Значит, тогда надо его судить. Это надо его брать в Landlord Tenant Court. В Landlord Tenant Court это берет 6-8 месяцев, год-полтора. И бывает, даже если хозяин этой квартиры или этого дома, допустим, выиграет, и по идее он должен выиграть, потому что он действительно хозяин этого property, можно сказать, этой земли, пройдет год-полтора-два года, и тогда этот человек уже там, который скварер, уже отживет и уже поимел то, что ему нужно, и может продвигаться дальше, к сожалению. Ну, вот такая общая, как говорится, вот такие общие понятия. Это бродяги или кто это? Это homeless? Это может быть кто угодно. Это выглядит, может быть, кто угодно, но это выглядит, как будто бы они профессионалы, это люди, которые понимают эти законы. И, значит, проблема еще одна получается, что если, допустим, стоит, допустим, недвижимость, дом или квартира, и она, может быть, даже и закрытая, и она на продаже, и никто в ней не живет, и хозяева этой квартиры за ней просто не смотрят, не приезжают туда там раз в неделю, раз в две недели, и не видят, что там происходит, и оставляют это на произвол. Значит, эти люди вбираются, они даже, может быть, как-то открывают замки, там через окно залазят, ломают что-то, чтобы зайти туда, и заходят туда нелегально, это trespass считается. Но когда они уже там, и они там, получается, обживаются, и, не знаю, ставят мебель, не ставят мебель, но как-то свои, как говорится, предналежности приносят. Портреты бабушек и дедушек. Да, 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 и получается, и потом приходит хозяин, который хочет это или ориентовать, или продавать, или, может быть, сам вобраться назад, может быть, человек с другого штата, он приходит, и он видит, что его квартира оккупирована, или его дом оккупирован, получается, вызывает полицию. Полиция, получается, приезжает, это практически, что приезжает, и полиция не хочет с этим бороться. Они говорят, идите в Ленд-Вольт-Эннер-Корт, мы не разбираемся в этом. Он выглядит, как будто бы он здесь живет, ты говоришь, что ты хозяин этого, у тебя есть бумаги, конечно, на этого, мы не знаем, мы в этом не разбираемся, мы в этом не хотим разбираться, и его посылают в Ленд-Вольт-Эннер-Корт, где это берет год, полтора, как минимум шесть месяцев, чтобы просто дело рассмотрели. И потом еще один уровень, получается, всего этого, который создает еще выше уровень, можно сказать, абсурдности, что есть уголовная статья, называется Unlawful Eviction. Это значит, что если у тебя, допустим, живет в твоей квартире, в доме, значит, тенант, человек, который рентует, значит, если он рент не платит, если он не соответствует своими обязанностями, как житель, тенант этой квартиры, допустим, или дома, так получается, ты не можешь его просто так выселить, ты не можешь прийти и поменять замки. И если ты, как хозяин этого дома, этой квартиры, пришел и поменял замки на человека, который имел право там находиться, Это считается, это misdemeanor, это менее преступление, но это считается уголовное преступление. И потом этот скварер, который пришел в твою квартиру, оккупировал ее. Вот это то, что произошло, с одной алангалой. Без никаких прав, да, да. Вызывает полицию. И полиция лишь приезжает и не выставляет его, который скварер, который поселился в этой квартире, несправедливо, арестовывает хозяина этой квартиры или этого дома. И вот в этом есть весь абсурд всей этой системы в нашем либеральном Нью-Йорке. Вот это и назвал Роган банана, что это сумасшествие. Но это не первый лаз, это не первый случай. И вот эту самую газету, которую я сейчас привел, она вышла в мае прошлого года. И до этого таких случаев было сколько угодно. Почему же, если всем ясно, что это абсурд, с этим не борются? С этим не борются, потому что это должны законы изменить. И эти законы, как мы сейчас обсудили, это законы еще, наверное, 60-70-х годов. Нет, с точки зрения радикальной ливизны, которую я понимаю, хотя и не разделяю, как они это оправдывают? Вот почему? В чем права вот этого самого скватера? И в чем не права законного владельца? Они это не стараются сильно оправдывать, потому что подход общий, такой, очень либеральный, это very pro-tenant rights, значит, за права жителя, человека, который ориентует, и права, получается, landward, человека, который действительно владает этим легально, который хозяин этого, уменьшается с каждым днем в Нью-Йорке. Так получается. Ну, можно ли в этом увидеть какую-то, так сказать, марксистскую подкладку «богатые и бедные»? Ну, конечно, в общем, можно сказать. Законный владельец – это богатый человек, ему принадлежит недвижимость, а скватер – это бедняга, это не пролетарий, а просто бедный человек, которому негде жить, а поэтому он и занял незанятое пространство. И это очень, это историческая тема. Но это, опять же, все возвращается к этой теме, я согласен. Я тебе скажу, что я лично стал, ну, не такой же жертвой, но похожей. То есть, году, наверное, в 88-м, я недавно, я в 87-м приехал, значит, к нам с женой обратился один мой знакомый, уже покойный, и сказал, что, ребят, хотите заработать? Мы, конечно, хотим, понимая, что все легально. Он говорит, что в Бронксе есть один дом, где никто не живет. Я знаком с родственником хозяина этого дома. Значит, мы этот дом быстро продаем, оформляем на вас, и тут же его перепродаем. И хорошо зарабатываем, и делим на троих. Значит, одну треть беру я, одну треть берете вы, и одну треть берет этот человек, родственник. Мы подумали, что красиво выглядит все. И, значит, на нас оформили дом в Бронксе. Мы там ни разу не были, и ни разу туда не ездили, только на бумагах. Потом выясняется, что хозяин этого дома сидит в тюрьме. Он вышел из тюрьмы, приехал в свой дом, там все забито, все опечатано, а когда он хотел законно вселиться, ему говорят, что дом принадлежит Грантам. А у Гранта вот так. Он тут же подает на нас в суд. Я обращаюсь к адвокату, к твоему коллеге, наверное, ты его и знаешь. Начинается тяжба, выясняется, что мы, значит, невинные эти люди. Виноватых нет. Хотя, в общем, явно вот этот мой знакомый, он, так сказать, превысил закон. Он нас обманул, он всех обманул. Но кончается тем, что заключается сеттлмент, вот этот наш адвокат договаривается с городом, и с нас, с меня и моей жены, взыскали счета за электричество, конадисон, за воду, которая, значит, утекла в этом доме за время отсутствия хозяина. Вот такая история. Интересно, конечно. Да, но это звучит, как полное мошенничество. Это даже и не скваринг. Это не скваринг-райтс. Это просто перепродавая чужой дом. Да, но я получился чуть ли не скватором. Хорошо. Это не единственный пример того безобразия, которое творится в нашем городе. Но, допустим, вторая тема, которую, в общем-то, я уже много раз обсуждал с психологами, это то, что вот последний случай произошел вчера. То есть очередной, так сказать, психически неуравновешенный человек спихнул очередного уравновешенного человека под колеса поезда Садвея, и тот погиб. Тема эта обсуждается тысячу раз. Мэр Адамс по этому поводу говорил. Вместе с губернатором Хокул они пришли к какому-то общему мнению. Они создали специальные группы, куда помимо полицейских входит социальный работник. Они подходят к таким людям, пока они еще ничего не натворили в вагонах Садвея обычно, начинают с ними говорить, допрашивать. И в итоге, значит, называется то, что, по-моему, вы, юристы, называют насильственное лишение свободы, или как-то еще, когда человека своей волей запирают, там, увозят сначала в полицию, а потом в психиатрическую больницу. Этим как бы нарушается его право гражданина. Вот почему это считается, так сказать, некошерным? Ну, категория этого называется, по-моему, civil commitment. И, значит, это, конечно, лишаешь... Это как забрать человека в тюрьму без юридического процесса. Из-за этого должен быть все-таки какой-то процесс. И судья должен апробировать такого характера процесс, где психиатр оценил человека. И пришел к выводу, что он... That he's a danger to society and a danger to himself. Значит, переведу, что... Значит, что... He's a danger. Он опасен сам себе, и опасен обществу. Но это должен быть юридическое решение и вывод. Включая, конечно, психиатрический анализ. Из-за этого с улицы просто невозможно так кого-то схватить и забрать, и посидеть в психиатрическую больницу. Но есть понятие, где можно сделать emergency detainment. значит, где есть какие-то обстоятельства экстремальные, и человек себя как-то ведет экстремально, но недостаточно, как говорится, экстремально, что то, что он делает, он не нарушает никакие законы, значит, его можно забрать на какой-то период, 24 часа там, или 36 часов, на mental observation. И, конечно, это редко делалось и редко делается, потому что, опять же, тоже юридически на это судя смотрят, что это лишение прав, и это очень большое лишение прав. И это невозможно просто сделать, где полицейский вот смотрит на человека, и полицейский не в состоянии, не в положении, не имеет авторитет решить, что это человек, допустим, такой опасен. И... Мне кажется, что они решают это только после того, как он доказал свою опасность. К сожалению, да. И очень часто это проявляется уголовным преступлением и жертвой, конечно. Но сейчас, конечно, опять же, как... Эти законы всегда есть, но как их употребляют, и как... How they execute the laws, это вот что меняется, как говорится, политика вокруг этого. И этот мэйр, конечно, и гувернаторы, они понимают, что это выглядит ужасно. И что... Но они хотят все равно рассказать, что это оптика, что это нам... Что они принимают меры. Что это нам кажется, что они принимают меры, и просто, как говорится, это не больше, чем обычно это происходит, но просто пресса уделяет больше внимания этому. Но независимо от того, что действительно город стал более опасен, или он не стал более опасен, или он кажется более опасен, они понимают, что они должны реагировать как-то, потому что им нужно будет А смотри, Алекс, ведь практически при любом совершенном преступлении или даже при вызове полиции, скажем, по подозрению в domestic violence, как это часто бывает, когда полицейскому объясняют, что произошло, и он понимает, что этот ответ неадекватен, он имеет право отвезти такого человека, взять его под стражу, одеть на него наручники и отвезти в Беллию на психиатрическое обследование. Да, да, есть такое понятие. И это называется классификацией в Patrol Guidelines. Patrol Guidelines это книга, которая, можно сказать, дает полицейским авторитет делать то, что они делают. Это дает им все, как говорится, протоколы, что нужно сделать в каждой ситуации. И есть категория, называется EDP, это Emotionally Disturbed Person. И если они могут классифицировать человека в эту категорию, значит, они, да, имеют право на очень короткое время его забрать, чтобы, и это его везут в Белвью, потому что Белвью имеет очень большой... Там есть, да. Это публичный госпиталь, психиатрическое отделение. В эгонии метро спит человек лежа на сидении, занимая там места, на которых могут сидеть законопослушные граждане. К нему подходит вот такая троица, которую назначил мэр и губернатор, двое полицейских и социальный работник. Будет его, и говорят, ваша фамилия? Он говорит, Наполеон Бонапарт I, император Франции. На этом основании ему могут надеть наручники? Нет. Никуда его отвесить не могут. Он доказал, что он сумасшедший, но он не социально опасен. Конечно, не социально опасен в этот момент, конечно. Что будет? Но потом он вышел и спихнул человека на рельсы. Да. И, к сожалению, это уже поздно, но он уже проявился. Эту проблему должны решать психиатры, полицейские или законодатели. Ну, это... Они все должны... Или никто. И пока что это никто не решает, но я скажу такое, что эти проблемы всегда были в этом городе и во всех больших городах, конечно, густонаселенных. Но не выглядело так, что это была такая проблема социальная. Она сейчас переросла до уровня, можно сказать, кризиса. И как это решить, никто не имеет ответа. Ну, и, наконец, третья проблема, она уже конкретная, она тоже была на днях. Это судьба этого несчастного, я его называю несчастным, потому что считаю, что его обвиняют несправедливо. Это бывший морской пехотинец Дэниел Тенни, которого на днях доставили в суд. И в очередной раз ему предъявляют обвинение в том, что он неумышленно лишил жизни вот этого самого Холмлиса, который изображал из себя Майкла Джексона, пел за него. Ну, вы помнишь эту историю. Он безобразил в вагоне, угрожал другим пассажирам. Этот морской пехотинец, кстати, еще один пассажир, они вмешались, повалили его на пол, стали удихомировать. Он сделал чок-холт, то есть применил ему захват рукой горла, сдавил, и тот задохнулся. Ну, в общем, в результате этого умер. Это уже второй подобный случай, в первом случае, как ты помнишь, было колено белого полицейского, в другом случае, вот, но опять-таки вот этот самый, ну, и опять появился так, морской пехотинец белый, бомж черный, этому делу придали уже полуполитическое значение. Сначала его считали героем, который спасает наш сабвей от преступников, потом акценты сместились, это уже получился белый расист, его обвиняют в неумышленном, но убийстве, за что можно, по-моему, получить или 10, или 12 лет. Да. Да, вот, и его адвокат доказывает, что это не было убийство вообще, а была самозащита, причем не только самого Дэнни Пенни, а других пассажиров. вот, насколько обоснована позиция адвоката в данном случае? он прав, потому что, получается, общая ситуация такая, что Дэнни Пенни, он же ни на кого не напал поначалу, и, значит, того, тот, который умер, получается, он создал эту всю ситуацию, он всем угрожал, начал угрозать, и он угрожал физически, и Дэнни Пенни просто защищал не только сам себя, а людей вокруг него, просто это переросло в такое, что он его должен был сдержать как-то, и в этом процессе, когда он его держал, сдерживал, получилось, что он умер, и, получается, если, наверное, medical examiner пришел к выводу, что, значит, он умер because of the chokehold, потому что Дэнни Пенни его так держал за горло, но Дэнни Пенни аргумент такой, что не имел другого выхода, и это было сделано в защиту, а если это сделано в защиту, закон, как говорится, даже если это убийство, это непремеренное умисство. так называемые vigilante, да? Можно сказать vigilante, но это, тяжело вписать в эту категорию, потому что он действительно людей защищал, он не был в категории Bernard Getz, который пошел на субвис пистолетом, но это были грабители, и он по идее мог им просто отдать то, что у него было, и не вытаскивать пистолет, и стрелять в них, это уже категория, можно сказать, как Чаус Бронсон были фильмы, Death Wish, это Нью-Йорк-сити был один из самых известных кейс когда он по ночам выходит и... Да. Из-за этого есть разграничение, здесь очень большое. Сыграет ли здесь роль, опять-таки, что мы, это дело слушается в нашем красавце Нью-Йорке, как и в случае, скажем, с экс-президентом Трампом, здесь определенный настрой в определенную сторону, и те присяжные, которые будут слушать это дело, они больше все-таки будут симпатизировать покойному, нежели этому морскому пехотинцу? Ну, тяжело сказать, тяжело сказать, какое, как говорится, отбирать жюри в Манхэттене, это очень, говорится, странный процесс стал, потому что жители графства Манхэттен очень, можно сказать, это необычная группа людей, из-за того очень тяжело предсказать, как они это будут рассматривать, но все-таки по идее люди, которые сами, как говорится, живут в этом городе и ездят на собой, на трене, должны, как говорится, понимать это сценарие. Должно существовать какое-то общее мнение. Да, да, и это мнение должно быть, конечно, в пользу Дани Упаня, я считаю, из-за этого его адвокат имеет очень сильный аргумент, и это действительно может быть и, наверное, и будет справедливый результат. Но по задумке, по линии защиты, на что они рассчитывают, то присяжные могут либо признать его виновным, либо не признать его виновным. Речь не идет о том, что обвинение будет переквалифицировано, скажем, с непредумышленного убийства, с манслоттера, скажем, на самозащиту. Но самозащита это не преступление, самозащита это юридическая, можно сказать, защита. Значит, если, допустим, допустим, была драка, и кто-то умер при этой драке, тот, который, допустим, остался живым, можно сказать, значит, если его обвиняют, он может предъявить эту защиту, можно сказать, самозащиты в юридическом процессе, если он защищался. Я не знаю, как в английском, в русском языке, в юридическом языке, есть такое понятие необходимая самооборона. это очень, как говорится, хорошая квалификация, да, это необходимо должно быть, потому что законы Нью-Йорка и многих штатов, что у тебя есть дуритель ретрейт, дуритель ретрейт, дуритель ретрейт, это если на тебя даже нападает, если ты имеешь, как говорится, выход какой-то, если ты можешь как-то убежать или сбежать, значит, ты обязан, значит, обойти этот конфликт, да, но если ты уже, получается, ввязался в этот конфликт, и получается, и тебя ввязали в этот конфликт, можно сказать, someone threw the first punch, кто-то начал этот процесс, и ты оказался в этой ситуации, где ты, получается, можно сказать, победил, и тот, который, говорится, начал этот конфликт, затем этим умер, значит, в юридическом процессе, да, это считается self-defense, это самозащита, которая считается justification, что это оправдание, само собой. Но все-таки законы, во всяком случае, законы нашего города, они предписывают человеку, что даже если на него нападают, то ему не советуют обороняться, а ему советуют обратиться к властям, хотя это и такой же абсурд, как тот, о котором мы говорили. Ну, в общем, если тебя бьют, ты не давай сдачи, а ты дождись появления полицейского, если тебя не убьют до этого времени. Ну, в общем, это такая политика, но есть еще одно понятие, очень важное, proportionality, что нужно отвечать, если ты отвечаешь пропорционально. Так если тебя стукнули кулаком, так ты стукнул кого-то кулаком, можно сказать. Ну, если тебя стукнули кулаком, ты не можешь вытащить пистолет и стрельнуть в голову, и кого-то убить, застрелить пистолетом. И так же самое, вытащили нож, ты можешь вытащить нож, можно так сказать. Но это все теория. Это называется зеркальный ответ. Можно так сказать, да, зеркальный ответ, и это разрешается, и это считается, как сказать, legitimate self-defense. Но из этого можно сделать вывод, что носит с собой на всякий случай кирпич, нож и пистолет. И вытаскивает то, что против тебя показалось. И то, что против тебя, и, ну, это вот, ну, носишь ты нож, это тоже уголовное преступление, потому что это считается... Хорошо, тогда, друзья мои, сейчас мы прервемся на пару минут рекламной паузы, а потом поговорим на более общие, более интересные, более располагающие к выводам темы, которые происходят, а вернее произошли в нашем красавце Нью-Йорке, не далее, как вчера. Оставайтесь с нами. Центр диализа Си-Крест проводит процедуры очищения и фильтрации крови, вывода из организма излишней воды и токсинов. Если вам или вашим близким нужна эта жизненно важная процедура, вас ждут в диализ-центре Си-Крест в Бруклине. Процедура проводится на новых современных аппаратах, в комфортных условиях и под наблюдением специалистов. Центр диализа Си-Крест. Уход, забота, внимание и комфорт. Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум заправки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда родной человек в беде, нас охватывает ужас от того, что мы не можем ему помочь. Зависимость – это и психологическая проблема. Не выявив ее, сложно установить, что именно заставляет человека снова возвращаться к наркотикам или алкоголю. Реабилитационная программа «Бэк ту лайф» направляет пациентов в известную израильскую клинику «Феникс», где с ними работают опытные психотерапевты, возвращая смысл жизни и веру в себя. Звоните 267-226-63-63. «Бэк ту лайф» – возвращение к жизни. Ресторан «МАЭД» гордится изысканной кухней и эксклюзивными блюдами исключительно из органических продуктов. В «МАЭД» проводятся мероприятия для детей и взрослых. Ваше неповторимое торжество пройдет в уникальной обстановке с дизайнерским оформлением по вашему выбору, а кулинарные шедевры ресторана удивят вас и ваших гостей. «МАЭД» работает в «Крафт-студии». Более 20 классов для ребят дошкольного и школьного возраста. Приводите своих детей и внуков. «МАЭД» – это удовольствие для всей семьи. 929-410-2299. Вам нужно получить увеличение часов по уходу, а вам в этом отказывают? «Хьюман Кер» стопроцентно добьется увеличения ваших часов. У ваших родных деменция, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, и вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых. «Хьюман Кер» добьется для них квалифицированного ухода 24 часа в сутки. Профессиональная помощь от «Хьюман Кер». Звоните прямо сейчас. 718-435-1100. Добавочный 220. 435-1100. Добавочный 220. «Майклс Фармаси» – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. «Майклс Фармаси» специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. «Майклс Фармаси» – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки. Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку. Пациенты выбирают «Майклс Фармаси», потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. «Майклс Фармаси» – все, что вам нужно. Здесь 718-921-8777. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Контакт», в которой сегодня ее ведущий Александр Грант пригласил своего, тоже можно сказать, постоянного собеседника в передачах на юридические темы, бывшего следователя Бруклинской прокуратуры по особо важным делам, а затем адвоката Алекса Гросштерна. Алекс, еще раз здравствуйте. Дело в том, что пять раз в неделю по утрам я передаю в эфире радиостанции «Дэвидсон» краткий обзор криминальных новостей, то есть перечень того плохого, что творится в нашем городе за минувший день. И вот сегодня утром я в числе прочих новостей сообщил следующее. Христианский Нью-Йорк вступил в предпасхальную неделю. И вчера 77-летний экс-президент Доналд Трамп на своем сайте Truth Social сообщил, что получил от неназванного сторонника поздравление, в котором его проблемы с правосудием сравнили с преследованием Иисуса Христа. По иронии истории, написал автор поздравления, Христос прошел через свои тягчайшие испытания в ту же неделю, за которую у вас пытались отобрать имущество. Еще раз спасибо вам за направленные на вас стрелы. Мы вас любим. We love you. Получил этим утром, ответил Трамп на своем сайте. Красиво? Спасибо. Beautiful? Thank you. А вчера Трамп появился в Манхэттенском уголовном суде, где должны были начаться слушания его дела по обвинению в хашмане в уплате денег двум женщинам за молчание о связи с ним перед выборами 2016 года. По просьбе... 20-го года. По просьбе его адвокатов судья Маршан перенес начало на 15 апреля. А в команде президента Байдена, его предполагаемого соперника на выборах в ноябре этого года, на поздравления Трампа перед Пасхой откликнулись заявлениям их представителя Джеймса Сингера, что, цитирую, «Он провел этот уикенд за игрой в гольф, утром его сравнили с Христом, а днем он солгал, будто у него нет денег». Это цитата. Но вчера же стало известно, что по решению апелляционного суда залог в 454 миллиона долларов, который манхэттенский судья Артур Энгарон наложил на Трампа по требованию генпрокурора штата Летиши Джеймс, этот залог снижен до 175 миллионов, которые он должен ввести за 10 дней. Вчера весь день наши либеральные телеканалы оплакивали это решение. Итак, Алекс, значит, два дела. Первое – это гигантский залог в 454 миллиона долларов, там плюс другое, получается, больше полумиллиарда, которые обязали его выплатить вот к этому понедельнику. Ну и второе – это хашмани. Вот начнем с первого, поскольку это гражданское дело. Вот откуда взялась эта гигантская сумма? Ведь Трамп утверждает, ну, прежде всего, что это дело политизировано, что судья Энгарон и прокурор Джеймс – это левые политики, об этом все давно знают, и это продолжение вот этой самой охоты на ведьм, которые на него ведут либералы и демократы. Он утверждает, что в его поведении, в том, в чем его обвиняют, и в этом деле гражданском практически нет пострадавших. То есть ни один банк, в котором он получал якобы обманом кредиты на основании того, что он лгал, какой он богатый, все банки исправно выдавали ему кредиты, он исправно им отвечал, банки на этом зарабатывали, потому что он платил проценты на эти кредиты, то есть никто не пострадал, все довольны, кроме прокурора штата Нью-Йорк. Вот почему, на чем она основывала свою позицию, то есть она защищала интересы народа, налогоплательщиков, Господа Бога, кого угодно. И почему, откуда вот это полмиллиарда долларов? Ну, эта сумма очень-очень великая, и, как я понимаю, на нее прецедента вообще нет. Значит, это гражданское дело, так как мы обсудили. И это attorney general, значит, они взяли с кодекса закон, который очень редко употребляется, и в такой форме никогда не употреблялся. И, конечно, взялись за то, что, значит, Trump Organization, значит, его бизнесы, что когда они брали loans у банков, когда они брали деньги у банков, когда они одалживали деньги, значит, что они... Завышали стоимость. Завышали стоимость, значит, коллайдеров, значит, своих assets, своих properties, своей недвижимости, значит, и, можно сказать, и показывали неправильные суммы, чтобы возвысить сумму, которую им согласны одолжить, и чтобы получить лучший процент, чтобы унизить процент, потому что показать, что это менее рискованное одолжение денег. А, Алексей, вот кружка. Я хочу одолжить у тебя 5 долларов. Я говорю, слушай, я тебе дам залог, вот эту кружку, она стоит 50 долларов. На самом деле она стоит 3 доллара. Но ты веришь мне, что она стоит 50. Вот происходит эта сделка между нами. Ты, в принципе, должен был проверить, сколько стоит на самом деле эта кружка. Или ты мне веришь на слово? Кто прав, кто виноват? Ну, значит, банки, когда они дают loans. Да. У них есть адвокаты. У них есть адвокаты, у них есть accountants, у них есть actuaries. Они, значит, имеют своих людей, которые не просто верят тебе то, что ты им преподносишь. Они это сами пересматривают. Тем более, когда такие великие суммы фигурируют. А из-за этого аргумент защиты Трампа. Они говорят, что, значит, эти банки сами знали, во что они вступают. И, может быть, к лучшему, может быть, к худшему. Так обычно делается. Можно, как говорится, оценить что-то выше или ниже. И не всегда сумма valuation property. Это, как говорится, не всегда объективный есть на это ответ. И бывают, есть субъективные факторы, что зависимо от того, как ты смотришь на это, ты можешь это оценить как-то иначе. Но этот судья, так как он оценил, значит, те, можно сказать, properties, которые они их не положили под залог, но as collateral, под эти, то, что они преподнесли банкам, что то, что у него есть, против то, что он у них, допустим, берет, они очень, этот судья очень низко оценил эти properties. И очень многие эксперты говорят, тем более люди, которые разбираются в real estate, что это абсурдное... То есть он, наоборот, занизил. Но судья занизил. Да, в том, что он обвиняет Трампа, что он завысил, а на самом деле он занизил. Но что Трамп не... Можно сказать, что судья оценил его недвижимость, значит, properties, ниже, чем они действительно стоят. Из-за этого защита Трампа преподносит, что сумма неправильная, и что его обвиняют в том, что он не сделал, тем, что он это не... Все действительно правильно преподнес. Потому что, вот, пример, Морелага, там, где он живет, там, где это дворец во Флориде, значит, судья оценил это, значит, всю эту территорию, всю эту недвижимость в стоимость 18 миллионов. А вообще, люди говорят, что за 18 миллионов в Памбич, что там маленький частный дом покупается, за 10-15 миллионов, что такое не может быть, что такая территория, что это целый курорт на пляже, стоит на воде, with golf courses and everything, которые имеют при себе... Морелага, или нет? Морелага, или нет? Которые при себе имеют даже гостиницу, что оно, что если там частный дом, дом стоит от 5 до 10, до 15 миллионов, как такая территория, которая еще несет под собой бизнес, которая имеет гостиницу, golf course, country club, как оно может стоить 18 миллионов, оно может быть стоить 100-200 миллионов, может быть даже 300 или 400. Так вот такая, как получается, можно сказать, претензия с двух сторон. И нет согласия. Так вот эта сумма, почти в полмиллиарда долларов, она была подсчитана на конкретном основании или высосана из пальца? И вот в этом весь вопрос, на каком основании, потому что основания здесь нет, потому что даже если, так как attorney general, значит, так как она употребила этот закон, который вообще не часто употребляется, и очень редко употребляется, обычно сумма, которая, можно сказать, штраф, это не просто штраф, это называется restitution. Restitution, это значит вернуть жертвам ту сумму, которую от них отняли, и потом к этому еще переписать какой-то штраф. Но здесь, вот так как мы обсудили с самого начала, получается, жертв не было. Почему? Потому что эти банки, говорится, и ему уплатили все их деньги. Трамп, значит, его организация рассчиталась. А ему дали ссуду, он эту ссуду вернул, и еще заплатил процент. Полностью оплатил, заплатил процент, и все остались довольны. Из-за этого, даже если его недвижимость, даже, допустим, возвысили, когда подавали на эти loans, его организация, и эти банки, они это приняли, потому что им это было выгодно принять, допустим, higher valuation, это высшую сумму, и они в конце выиграли, потому что они ему одолжили эти деньги, эти деньги были выплачены, и были выплачены с процентами. Так жертвы здесь нет, деньги не были потеряны. Из-за этого, это сумма. В гражданском праве, в гражданском праве нет понятия виновен, а есть понятие ответственен. Да. И его признали невиновным, а ответственным в том, что он на основании вот этой своей, скажем, мошеннического поведения, он получил на льготных условиях сумму, которая бы была больше, если бы он сказал правду. Которую, допустим, ему бы дали бы меньше, или она бы стоила бы больше, потому что проценты были бы больше. Вот это, как говорится, теория, это подход прокуратуры в этом кейсе, в этом деле. И судья согласился с этим. Но вот эта вот сумма, которую ему приписали, это просто штраф. Потому что жертвы здесь нет, здесь некому отдавать деньги. И получается, и это штраф, который, опять же, не имеет никакого прецедента. И потом, еще что не имеет прецедента, какая великая сумма. И потом еще то, что не имеет прецедента, что получается, чтобы подать на апелляцию, ему приписали, что он должен отдать всю эту сумму, вперед. В залог. В залог. Да. Потому что очень часто, когда подают на апелляции, тем более в гражданских делах, никакого залога нет. А даже если он есть, это, значит, обычно какая-то часть суммы, но не вся сумма. И это выглядит так, что это было сделано просто, чтобы его утопить. запить. Да, он же и заявляет, что меня лишили денег, или пытались лишить деньги, которые я трачу на свою предвыборную компанию. Так они подали на апелляцию, на эту сумму, чтобы, как говорится, какой будет залог, чтобы подать на апелляцию. Ну вот 175 вместо 454. Вот эти 175 апелляционный суд вывел тоже из каких-то своих соображений, подсчетов, или тоже отценили? Вот это я думаю, что они уже вывели из подсчетов, смотря на то, что он может, с чем он может соответствовать. Сколько у него действительно есть денег положить под залог, чтобы это дело продвинулось вперед. Из этого я считаю, что они как раз сократили это, и сделали меньше сумму. И действительно выглядит так, что когда они произнесли 175 миллионов, значит, его люди, адвокаты, благодарили суд, и выглядит так, что они согласны на это, и что у них есть действительно есть возможности на это. Ну понятно, оппоненты оплакивали. Ну и тогда, вчерашний визит Трампа в Манхэттенский суд, в Манхэттенское отделение Верховного суда штата Нью-Йорк, по делу вот это «Хашмани». Ну, дело это всем известно, о том, что это было тогда, когда он заплатил порнозвезде и модели «Плейбоя», по-моему, 130 тысяч долларов в месяц. Вот. А потом выяснилось, что расплатился за него его тогдашний адвокат Майкл Коэн своим чеком, потом Коэну вернули эти деньги, и эти деньги оформила компания Трампа, предвыборная компания Трампа, как расходы на выборы, а это уже было нарушением закона о расходах на предвыборные компании. Вот здесь, что утверждает защита? Ну, здесь очень много есть препятствий для прокуратуры, потому что, опять же, так, как они употребляют этот закон, вот эту статью, статью, которую Манхэттенская прокуратура предъявила, они ее тоже пользуют, как говорится, в необычной форме. И не то, что нет на это прецедента, но они обычно, когда, допустим, предъявляют эту статью, это в другом контексте. И здесь они предъявили, значит, это называется falsification of business records, что он фальсифицировал, значит, оформление своих счетов, значит, и преподносил, как говорится, расход, переквалифицировал расход с одной категории в другой категории, и, значит, что он, получается, платил Майкл Коэну, который в то время был его адвокат, он ему не платил, это legal fees, это он не платил за его, как говорится, юридическую работу, а он ему просто отдавал деньги за то, что тот, получается, дал деньги Сторми Данилс со своих фундов, значит, и они хотят сказать, что получается, что он покрывал это, и что он это не вписал в свои книги правильно, и вот поэтому, по этой статье они его судят, получается, но эта статья, она вообще мистер Миннер, мистер Миннер это менее, более мелкое преступление, но они нашли вариант, где можно это возвысить на уровень феллони, значит, и если получается, статья такая, что если ты фальсифицировал, допустим, свои документы, свои рекорды, свои книги, и ты, значит, это сделал, чтобы покрыть другое преступление, более тяжкое преступление, да, вот тогда, так говорится, ты можешь быть виноватым этим, из-за этого очень часто, когда даже Манхэттенская прокуратура пользует эту статью, значит, это обычно, обычно обвинение, гранд-лорсене, допустим, какое-то воровство, допустим, высоко, великой суммы, в качестве, в каком-то контексте бизнеса, и потом, к этому еще приписывают, допустим, эту статью, которая более мелкая, статья, which is falsification of business records, что получается, ты не просто создал, допустим, украл деньги, можно сказать, а ты еще их так вписал в свои книги, чтобы это покрыть, чтобы это скрыть, а здесь получается наоборот, здесь получается самая высокая статья, это обычно та, которая самая низкая, потому что какового преступления у них потенциально даже и нет, они его не предъявили, они просто вендаймент, там, где предъявили ему обвинение, сказали, что он это сделал, чтобы покрыть какое-то другое преступление, и это преступление, они не, как говорится, they did not identify, они его не подчеркнули, они не проявили, какое действительно преступление, потому что это преступление могло быть, по идее, violation of campaign finance law, что он, получается, скрыл от народа, что он ее подкупил, чтобы она закрыла свой рот, чтобы она не эффектовала его шансы избраться президентом, но это федеральный закон, и еще одна препятствия для прокуратуры, что, получается, или можно использовать федеральный закон, чтобы его обвинить в этом штатном законе, что он, получается, нарушил федеральный закон, и постарался это покрыть, фальсифицировав свои, получается, счета и рекорды, из-за этого очень необычное дело. слушает судья Маршан, который вчера согласился отложить начало слушаний на 15 апреля, потому что защита просила раньше отложить на значительно долгий срок, потому что прокуратура представила дополнительные документы, а документы, они написали чуть ли не 100 тысяч страниц, документы, это взятые из федерального дела Майкла Коэна, которого судили тоже за дачу ложных показаний. И для того, чтобы ознакомиться с этими 100 тысячами страниц, адвокаты Трампа просили на несколько месяцев отложить срок. Маршан согласился на две недели практически до 15 апреля, потому что он сказал, что в общем 100 тысяч этих совсем не нужно, а нужны только я не знаю сколько там помню, 10 тысяч или 17 тысяч, то, что имеет непосредственное отношение к Синди, к этой самой порнозвезде Сторм, а не ко всему остальному. На суде должны выступать свидетелем и Сторми Дэниелс, и Майкл Коэн. В основном все ждут показаний Майкла Коэна, он будет главный свидетель как бы на этом деле. Он до этого уже был осужден за дачу ложных показаний. Может ли это быть истолковано как причина недоверия к его нынешним показаниям присяжными? Да, это одна из самых лучших причин показать присяжным, что человек что на него как сказать не надежный, потому что его уже засудили по этой статье федерально, что он наврал федеральным властям и старался как говорится покрыть свои действия. Но это интересно, что судья Маршан отложил это до 15 апреля. Почему? Потому что действительно там были документы, которые держали федеральные власти, потому что они имели свое расследование в Майкла Коэна и в Трампа. И многие пришли к выводу, что если бы федеральные власти имели бы достаточно доказательств, чтобы обвинить Трампа, при этом расследовании под федеральными статьями, включая ту статью, которую я сейчас обсуждал, что Аванбраг, что манхэттенская прокурора хочет использовать потенциально, что это violation of campaign finance laws. Они, федеральные власти, отказались от этого. Так это выглядит. И они держали эти документы. И получается только сейчас они их, это манхэттенская прокуратура выставляет аргумент, что они только получили эти документы от федеральных властей и от федеральной прокуратуры. А судья Моршан принял решение, что то, что федеральная прокуратура имела эти документы, это не значит, что можно сказать, что манхэттенская прокуратура их имела, что это другая организация и другая власть. И он принял такое решение, что Манхэттенская прокуратура не несла ответственность за то, что Федеральная прокуратура сдерживала эти документы. И он дал до 15 апреля, чтобы, как говорится, разобрались с этим, чтобы им передали все эти дисковые материалы. Касаясь вот этого самого разговора о надежности показаний Коэна. Ведь ты прекрасно знаешь, и, наверное, вся наша аудитория прекрасно знает, что практически в любом крупном деле, не только в Федеральном, но и на уровне Штатов, почти обязательно есть категории людей, которые называют сотрудничающих с обвинением. То есть по-русски стукачи, там я как угодно их назови, но это тоже замешанные в каких-то преступлениях люди, которые либо идут по этому делу обвиняемыми, либо идут по предыдущим делам, которые в силу каких-то обстоятельств в своей жизни соглашаются дать показания на подсудимых. И непременно адвокат подсудимого в таких делах говорит присяжным, кому вы верите. Вот его послужной список. Это нечестный человек. Это человек, который сам совершил преступление и договорился с прокуратурой в ответ на то, что ему гарантируют либо отмену обвинения, либо какой-то гуманный приговор. Таким людям нельзя доверять. И, как правило, прокуратура отвечает и дает, что этому человеку, да, он не святой, он в прошлом врал, он преступник, убивал, грабил, насиловал. Но ему можно верить, потому что его показания подтверждаются, corroborate. Тем, тем, пятым, десятом. И, как правило, присяжные ему верят. Вот в случае с Коином возникнет же то же самое. Абсолютно будет тот же самый вопрос. Он действительно ненадежный. Он после этого давал показания в Конгрессе. Он разоблачал Трампа как только мог. Направо и налево. Он отсидел свой срок там на каких-то полутюремных условиях. После этого он стал писать мемуары, там еще что-то. Ему, наверное, тоже они скажут, что это честный американский патриот. Ну, действительно, он ненадежный свидетель, потому что его засудили в федеральном суде по статье, что он врал федеральным властям. И он еще ненадежный, потому что он действительно ненадежный. Но он ненавидит Трампа, и он это высказал. Потому что есть ненадежные свидетели, но прокуратура говорит, что, слушай, ну вот он врал тогда, но он не всегда врет. И то, что он говорит, действительно, дополнительные есть доказательства, которые сообщают то, что он говорит. А что в данном случае он будет показывать? Чек его? Ну да, он, получается, должен высказать, что те деньги, которые Трамп ему передавал, что это не было за его legal services, что это не было за его юридические работы, а что он ему просто возвращал те деньги, то, что он оплатил Строми Данилс. То есть, что Трамп знал, что он будет, как говорится, платить деньги Строми Данилс, чтобы она держала свой рот закрытый, можно сказать, и чтобы он мог избираться на президента, и чтобы она не эффектовала его репутацию. Вот это, значит, они должны это все соединить. То есть, практически в самом факте уплаты денег за молчание никакого преступления нет? Нет, нет. То есть, это воля вольного? Да, да, да. Ну, вот это вот то, что он, получается, классифицировал, что он классифицировал эти деньги, которые пришли Майклу Кону, что это был обычный бизнес экспенс, что это был расход бизнеса, что он платил своему адвокату за юридическую работу и не возвращал ему деньги за вот этот поступок, что он ее, получается, подкупил Майкл Кону. Вот в этом и есть весь вопрос. Ну, что ж, друзья мои, вот мы выслушали юридическую обоснование, вернее, юридическую подоплеку массы интересных событий. Но на этом я, наверное, и закончу сегодняшнюю программу. Еще раз благодарю Алекса Гросштерна за то, что мы от него услышали. Мы вместе благодарим вас за терпение. И прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»